МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире Проспорт. И сегодняшний выпуск посвящаем стрельбе из лука. Стрельба из лука имеет богатейшую историю и активно развивается. С 1900 года этот вид спорта является олимпийским. Но какова же история лука в Белгороде? Стрельба из лука в Белгородской области зародилась еще в 2009 году. Мастерство стало расти, стали интересоваться действительно спортом уже. А использовали стрельбу как прикладную дисциплину, просто стреляли ради интереса. В 2014 году нам удалось открыть отделение с дюшор по стрельбе из лука. Именно олимпийская дисциплина, та, которая стреляет на олимпиаду. Есть определенные успехи. На сегодняшний день имеются 4 кандидата в мастера спорта, дети до 15 лет. В перспективе эта малышня через 4 года вполне даже по силам побороться за место в сборной России. Может быть, даже пойдут на олимпийские игры. Нам очень здорово повезло. В Белгород приехали два тренера старой советской закалки. Это Рогова Ольга Владимировна и Иваненко Анатолий Петрович. Это, можно сказать, мастера мирового уровня, тренеры. На первый взгляд все кажется довольно простым. Берешь лук, стрелу, натягиваешь тетиву и стреляешь в мишень. Но на деле все гораздо труднее. Стрельба из лука – это вид спорта, который определяет работу с оружием. Как бы там ни было, но хоть это и примитивное оружие, древний очень вид спорта. Конечно, стрельба из лука видоизменилась очень здорово за многие годы. В плане спортивного инвентаря наблюдается очень серьезный прогресс. Луки начали делать из очень интересных композитных материалов, современных стрел и то же самое. Естественно, и результаты у спортсменов выросли, потому что точность оружия с каждым годом становится все выше и выше. Для того, чтобы произвести выстрел из лука, необходимо использовать средства защиты. Одевается крага, это крага называется, одевается она на левую руку. Раньше их делали из кожи. Сейчас это, естественно, пластики, совершенно простые материалы композитные. Вот она таким образом прикрывает ваше предплечье. Вот, от удара тетивы, потому что тетива скользит по краге, и ваше предплечье не получает этих синяков. На правую руку одевается на пальчник, который тоже сделан из кожи. Вот. И тетива берется тремя пальцами. Вот. Указательный, безымянный пальчик и средний пальчик. Эти пальцы расслаблены, мизинец и большой палец. Вот. Кисть выпрямлена, расслаблена. И тетива держится на самых крайних фалангах пальцев. Таким образом растягиваете лук, тетиву растягиваете до подбородка. Тетива коснулась подбородка. Касаетесь центром носа тетивы. И это ваше прицельное положение. Значит, берете лук в левую руку. Вот вас стрела в правую руку. Вставляете ее на полочку и в гнездышко. Тремя пальцами беретесь за тетиву. Крайними фалангами. Кисть ровная. Плечо продолжения предплечья, продолжение стрелы. То есть оно должно быть в плоскости. Не отклоняйтесь, бедра ровные. Дотягиваем. Выпуск. Выпуск. Смелей. Отпускаем. Так, молодец. Попали почти в желтую смесь. Это очень демократичный вид спорта. Мы принимаем детей, и мальчиков, и девочек с 12-летнего возраста. Каких-то базовых данных у детей для этого не требуется. Просто научиться стрелять – это дело достаточно простое. Необходимо изучить спортивный инвентарь очень хорошо. Ну, научить настраивать лук. Техника, тактическая подготовка выходит на первый уровень. В дальнейшем самым главным становится вопрос психологии. Хорошая психоустойчивость. Это дает ему больше шансов побеждать. Сегодня мы говорили о стрельбе из лука. И на все сто убедились, что это настоящий, серьезный спорт. Ну, а на этом у меня все. Живите спортом. Пока.